Итак, всем привет, ребятки! С вами Driller и это игра The Infected, то есть инфицированный, в которой мы пытаемся выживать в диком лесу. В прошлой серии, это была 11 серия, кто не смотрел, обязательно посмотрите, найдете ссылочку, я думаю, в описании. Вот, мы с вами, мы с вами сделали, сейчас покажу, что мы сделали с вами, мы с вами сделали электростанцию. Выглядит, конечно, она немножко, ну, не так, как бы, как хотелось, но, тем не менее, вот такая вот электростанция у меня в данный момент есть. И в данный момент у меня уже есть электричество, что, как говорится, ну, не может не радовать. И есть уже, ну, в отличие от прошлой серии, есть уже три аккумулятора, потому что я проводил еще стрим по данной игре, и мы с вами тут кое-что доделали. Мы доделали, скажем так, призрачные мои постройки, и теперь это все выглядит у меня примерно, примерно дерево мешает. Примерно вот-вот так, естественно, незаконченная конструкция, и в дальнейшем мы с вами, естественно, все закончим, все работает. Вот, отлично, вот такая вот электростанция у меня есть, как я уже говорил, какой-то там раз. Вот, и, то есть, теперь я как бы могу полноценно пользоваться холодильником, полноценно пользоваться и другими приборами электрическими, да. То есть, сейчас ночь, насколько вы понимаете, фризинг я мерзну, потому что, по всей видимости, раздетый. У меня, получается, генерируется сейчас 100 электричества. Ну, не знаю, что там, ватов, не ватов, не электрик, к сожалению. А, кстати, зомбак не дает рассказать и показать, что происходит у меня здесь. Давай, пойдем его быстренько завалим. Вот, все, готов. Готов. Извини, зомбак, но ты, как бы, или эта зомбачка даже, ты немножко не вовремя. Кстати, да, я мерзну. И... Открой дверь. Открой дверь. Вот. И, смотри, значит, у меня, получается, что работает. У меня, получается, экстрактор масла ест соточку. И, собственно, холодильник ест соточку. Лампочка и колодец пока еще не работают. Но ночью, как бы, этого запаса электричества не хватает. Поэтому, смотри, ресурс у меня берется из батареи, которая у меня, к сожалению, пока мощностью только трехтысячные, да. То есть, три батареи, и в дальнейшем нужно будет больше. Вот. Но сегодня я хочу сделать все же колодец и хочу сделать теплицу. Но прежде чем мы это все будем делать, я предлагаю, наверное, поспать. Плюс, опять же, на стриме я, смотри, сделал еще ветряк. Насколько я помню, здесь, наверное, здесь ветрячок. И вот тут начал строить ветрячок. Но ветряки стоить достаточно... Стоить. Строить достаточно геморройненько, скажем так. Поэтому пока только так. А в дальнейшем, конечно же, их будет больше. А, подожди, нужно одеться. Нужно одеться. Хотя мы пока в доме, можем и не одеваться. Вот. Да, и лампочку тоже нужно будет сделать, чтобы все было здорово, приятно. И вот как раз-таки на стриме, на стриме, я узнал такой один офигенный лайфхак, о котором я действительно не знал. Спасибо Рифейм, по-моему. Зомбаки, короче, атакуют орда. Спасибо Рифейму. Сейчас мы об этом, как бы, поговорим. Так. Музычка, короче, пошла такая. Одеваемся в штанике. И, как говорится, вперед на баррикады. У меня тут все открыто, ничего не закрыто. Поэтому будем сейчас с вами обороняться. Надеюсь, музыку вам тоже слышно, как и мне. Давай искать этих нехороших существ. По-другому я их, наверное, никак не назову. Но, скорее всего, они будут выходить, наверное, как и в прошлые разы, где-то отсюда, с горы. Ну, да, уже вот слышится, слышится, что где-то кто-то что-то ломает. Главное, чтобы не сломали что-то мне важное. Ну, давай быстрее искать, где он. А, остатки. Кстати, у меня остаток нет ни хренашечки. И есть вероятность, что меня завалят. А, вот они, твари. Забор мой ломают. Просто ломают мой забор. Где-то есть. Вот, еще один. Ну, по забору ломают. Главное, чтобы здание не трогали. Где еще один? А, еще двое. Я тупо их не вижу. Ах, ты скотина такая. Ты что тут делаешь, тварь? Сломал мне. Ты понимаешь, сломал, гад. Где еще один? А, вот он. Вообще, прям смотри, на тоненького живу. 20 хпшечек. 20 хпшечек, блин, осталось. Просто жесть. Сволочь. Сломал, короче, мне дом. Мне срочно нужно что-нибудь, короче, поспать, наверное. Хотел сказать, поесть. Нет, мне нужно поспать. Опять же... Здравствуй, птичка. Здравствуй, птичка-чайка. Так, кстати говоря, я-то их тут немножко поподстреливал. Нужно бы стрелы собрать. Может быть, с них еще что-нибудь выпадет. Интересно. Ну, стрела такое себе, как бы, да? Блин, он сломал, короче, мой дом. Это просто... Ой, зачем я там поставил? Просто это неадекватность. Действительно, это просто неадекватность. Ну, забор, как бы ладно, сломал и сломал. Он не доделанно, и в дальнейшем мы его, как бы, сделаем. Вот. А вот стену сломал. Надеюсь, больше ничего не сломал. Потому как однажды был такой момент, возможно, даже во время стрима это все дело происходило, зомбак сломал мне циркулярку. Вот это было, я вам скажу, действительно обидно. Прямо действительно очень обидно. Потому что, ну, циркулярка, ну, знаешь ли, дорогого стоит, скажем так, да? Поэтому, как бы, как бы, так, ремонтный молоток для улучшения инструмента. Каменный молоток, так, нужен, собственно, для улучшения, да? Давай-ка мы пройдемся немножко по-быстренькому. Посмотрим, что тут у нас. Улучшить до кирпича? В смысле? А, это я не тот... А, улучшить до кирпича, смотри. Мы, наверное, в следующей серии будем улучшаться до кирпичей. Сегодня мы сделаем с вами тогда... Что мы сделаем, скажите, ребята, или я скажу? Доски нужны. Сегодня мы с вами сделаем тогда, как... Станьте, что ли, вы от меня. Сегодня мы сделаем. Третий раз пытаюсь сказать, что мы сегодня сделаем. Вот, сегодня мы сделаем, значит, теплицу и сделаем однозначно автоматический полив, то есть колодец. Во-первых, чтобы поливалась у нас теплица, собственно, да? Вот. Это первый момент. И второй, как бы, момент, чтобы я мог воду набирать, там, и так далее, и тому подобное. Прямо вот здесь, то есть, да? Без каких-либо там бигетней, то есть снег набирать, там, либо еще что-то. То есть в умывальнике набираем чистую воду, пьем и кайфуем, как бы. А вот это сегодня нужно будет сделать однозначно. Вот. Сейчас немножко тут... Можно, конечно, не латать тут. В принципе, все, как бы, хорошо и так. 80-100, это, в принципе, нормально. Вот 58, как бы, это уже маловато. Две доски. Момент, нет досок. Я понял. У меня вот только, как бы, с хп-шечками проблема. Прямо, действительно, такая хорошенькая проблема. Вот. И он тут, смотри, зараза, сломал. Ломал мой забор. О, это очень 5%. Мне нужно, в общем, поспать, чтобы, во-первых, восстановить все хп-шечки. Это первый момент. И, в принципе, второй момент для записи, как бы, ночью. Ну, такое, как бы, да, снимать. Поэтому нужно... Однозначно, однозначно нужно поспать. Вот, сейчас поспим быстренько. Вот эти вот ворота, которые остались, их нужно хотя бы немножечко починить. А, нет, досок. Ну, ладно, хорошо. Ну, вот, сейчас быстро спим. И, как говорится, за работу, за работу, и еще раз за работу. У нас, хоть и не мая, у нас, получается, январь месяц, но у нас будет мир, труд, январь, как бы, да. И тут с этой дверью нужно закрыть, потому что тут арбузики. У меня арбузики и дыньки растут. И я про лайфхак вам не рассказал, о котором я не знал. Действительно не знал. И я, короче, просто тупо пытался собирать эти арбузы, эту рыбу, чтобы получать вот эти вот... То есть, вот эту вот испорченную еду для изготовления биотоплива. А биотопливо, в свою очередь, заправляется у нас, как вы знаете, куда правильно, в экстрактор. Вот, да, биотопливо. Но, но, есть такой момент, мне вот добрый человек, Рифэйм, еще раз повторюсь, по-моему, сказал, что... А зачем тебе биотопливо? У тебя же есть экстрактор масла, который добывает, собственно, масло. Вот это, да, так что каменная стила мне не нужна, я его выброшу. Добывает, собственно, масло. А масло, в свою очередь, смотри, как делается. И действительно, я этого момента не знал. И прям очень-очень благодарен человеку. Смотри, мы его разрезаем. Все работает. И то есть, вот эти вот постоянные проблемы с нехваткой биотоплива просто одним махом решены. Ну, это просто божество. Действительно, это просто божество. Вот так вот это нужно сразу построить. Нужно еще сколько там, видосочки, что ли. Все готово. Это можем загрузить, если есть. И три, наверное, бревнышка нужно. Кстати, бревнами нужно запасаться. Потому что, ну, маловато их. А стройки еще, как говорится, очень много. И скоро обновления. В обновлении тоже будут интересности. Ну, вот. Поэтому нужно все это дело будет запастись как-нибудь на стримчанском. Обязательно приходите на стримы. Вот. Чтобы их не пропускать, можно подписаться на канал, нажать колокольчик. И я надеюсь, вы их не пропустите. А пока мы отправляемся спать. Итак. Плотненько поспали. Теперь мой персонаж голодный. Нужно бы срочно его накормить. Благо, у меня теперь, смотри, вообще просто. У меня холодильник выключен. Почему холодильник выключен? Включайся. Подожди. А экстрактор мой. Давай проверим. По всей видимости, электричества не хватало. Вот это все дело как бы и выключилось. Есть такая вероятность. Да. Экстрактор тоже выключился. Или, может быть, потому что я спал. Вот этот немножко непонятный момент. Пойдем быстренько глянем, что у нас там с электричеством. Потому что ночью, ну, действительно, электричества не хватает. И имеет смысл как бы... Ой, экономить. Да что ты? Не могу, не могу зайти туда, куда нужно. В принципе, все, смотри, прям здорово. Почему же у меня все было выключено? Ну, быть может, потому что я спал. Но мне смотри, доступно даже 85. За счет чего? А за счет того, что сейчас у меня работают солнечные панели. Вот эти вот. В идеале, конечно, больше поставить ветряков, чтобы было прям все круто, здорово и приятно. Давай попробуем протестировать. Вот если я сейчас лягу быстренько поспать, выключится ли у меня экстрактор и холодильник. Давай-ка вот прям буквально на секундочку. Все. Просыпаемся и идем проверять тогда. Нужно покушать с рученьком прям. Дверь закрываем, чтобы там овощи не тухли. Нет, холодильник работает. Но, по всей видимости, наверное, не хватало энергии, поэтому... Поэтому так вот произошло как бы... Так, подожди, я не хочу огурцы, я хочу мясо. Я хочу мясо. С мясом небольшие проблемки, конечно, присутствуют сейчас, потому что нужно, короче, на охоту, наверное, идти. А ну еще, знаешь, такой вот закон, как говорится, подлости. Как нужны были белки, тупо не было нигде никаких животных. Вот просто не было никаких животных. Мне вчера... Ой, вчера, когда же этот стрим был? Ну, в общем, не важно, вчера, не вчера, позавчера был стрим, и мне пришлось... Мне пришлось идти на болото, на болото, к крокодилам, чтобы заполучить хоть какой-то кусочек мяса, потому что, ну, ну просто как бы, да, просто не было никакой живности. Вот от слова совсем нигде. Абсолютно никакой. И это, конечно, печаль. Вот так, а еще такой момент. Есть ли у меня тут дыньки? Нет, дыньек у меня нет, поэтому пойдем наверх сейчас. Оверхитинг. Ну, мы сейчас как бы будем вроде как работать, поэтому, наверное, оверхитинг должен сам собой пройти. Пока, наверное, даже поливать не буду. Опять зомбак. Опять зомбак. Пойдем встречать этого. Ух ты, ни хера себе какой ты злой и страшный. А мурашки-то все равно, а мурашки-то все равно идут по телу, когда эти зомбаки приходят. Хорошо. Давай тогда посмотрим, что нам нужно для постройки теплицы. Гвозди 60, доска 60. Ага, доска 60. Медный слиток 8. И стекло. Ну, стекло, как бы, это не проблема. Стеклом я запасся. И тут будет прям, ну, все хорошо. Я надеюсь. Потому что были моменты, я в некоторых случаях стекло тратил. Не могу сказать точно для чего, но были такие небольшие растраты, скажем так. Поэтому, надеюсь, должно хватить. С медиа тоже вроде проблем особых нет. А что хочет мой друг? Тоже хочет пить. Поэтому давай пойдем напоим человека. Чувствует себя прекрасно. Вот. Попить. А теперь еще вот так вот сделаем. Вот раз, вот так вот два. Смотри, что. Собрать урожай. Собрать урожай. Открываем холодильничек. Добавляем. Не добавляем, а берем. Берем, собственно, арбузик. И вот так вот раз. Фруктовый салатик. И вот так вот два фруктовых салата. Пусть, как говорится, будет. А есть у меня еще дыня. Есть арбузы. Поэтому я могу вот так вот съесть. Ну и в принципе окей. Хорошо. Тем самым мы еще и выносливость себе повышаем. Поэтому. Поэтому все хорошо. Так работает. Работает. Все замечательно. Раз, два, три, четыре, пять. И готово. Все. Пойдем. Пойдем строить теплицу. Чтобы зимой можно было не бояться за то, что у тебя чего-то не будет. Ну, по крайней мере, в плане чего? В плане овощей и фруктов. Да, есть проблемы, конечно, тут зимой. Не знаю, как сейчас. Но действительно были проблемы с живностью. Я понимаю, что мне не хватит досок. Мне нужно больше досок. Поэтому имеет, наверное, даже смысл взять тележку. Знать бы только, где она еще. И сходить целенаправленно за дровишками. Вот моя тележка. Ну и, кстати, да. Пока будем тут бегать с дровишками. Может быть, какую-то живность встретим. Потому что с мясом проблемки. И рыбой, опять же, я не запасся, к сожалению. И рагушек. Рагушек я делать не могу. Это, конечно, печальненько немножко. Потому что, ну, одними, скажем, оленями, наверное, все же сыт не будешь. Вот рагушечки какой-нибудь хотелось бы скушать. Потому что рагушка это очень не здорово. Да и оленей, как таковых. Вот посмотри. И вот просто, ну, как бы не видать нигде. Есть вероятность, что они морозы испугались. Но это и так. Мои догадки вслух, скажем. Не больше, не меньше. Вот. Поехали. На пилораму. Сейчас-то все быстренько напилим, запилим. Будет у нас уже теплица. А досок нужно, кстати, дофигища. Потому что я даже сейчас теплицу сделаю. Там 60 штук, по-моему, нужно было, да, досок. Мне же впоследствии нужно будет делать еще и грядки. Вот. А для грядок, собственно, нужны доски. Поэтому досок сейчас придется очень много делать. Ммм. А че ты не работаешь? А нет угля. Прикинь, нет угля. Это печально. Да, и по всей видимости, нужно спаленку свою тоже отопить маленько. Давай, добавляем уголь. Так, тут, в принципе, все нормально. Но я добавлю, чтобы прям полно все. А вот я говорю, тут нужно закрывать дверь, а сам не закрывая ее. Так, где тут я, кстати, еще печку, вот смотри, какую сделал. Смотри, какая печень, у меня есть угольная печь. Вот такие вот моменты, да, теперь. Так, хорошо, тогда мы делаем следующие моменты. Мы вот это дело все забираем. Туда добавляем руду. Медную, естественно. И пусть, как говорится, это все дело плавится. Здесь у нас. Так вот будет. Здесь, здесь пусто. И давай искать электрические детали. Есть ли у меня они вообще? Стекло, кстати, стекло нужно забрать. И, как бы, да, там, отделать все это дело. Электрические детали, две штуки. Мне нужно еще шесть. Еще шесть электрических деталей. А для шести электрических деталей, насколько я помню, нужно будет что-то порядка 18 масла. Около этого. И чтобы сделать электрическую деталь, мне нужен пластик, кобальт и медный слиток. Ну, медь и кобальт, ладно, как-то худо-бедно. Пластик. Мне нужно шесть пластика. А шесть пластика, это, да, банка с маслом 15, получится 5. То есть 18 банок с маслом нужно. Это просто жесть. Действительно, это просто жесть. Это очень... А, это я решил, что я зацепил. Это очень много. Еще там того, что у меня там в данный момент, ну, блин. Нет ничего по маслу, да? Насколько я помню. Ну, вот прям вообще ничего нет по маслу. Да, не есть, конечно, хорошо, я вам скажу. Как-то сейчас будем выкручиваться тогда. Раз, два, так это нужно железо тогда отнести. Да. Давай закинем. Плавится. Пусть хотя бы железо тогда плавится. У меня и кобальта, в принципе-то, нет, да? Плохо. Плохо. Нет кобальта, нет алюминия, нет ничего. Что ж, будем как-то выживать. Ну, в смысле выживать. Не выживать, а как-то по-другому будем поступать. И нужно добыть, в конце концов. Вот. Вот. Смотри, теплица. Открываем дверь. Что-то как-то здесь снежок на самом-то деле. И это будет неважно. А что у нас в теплице, кстати говоря, по температуре? 23 градуса. Вот так это же хорошо. То есть тут что, я так понимаю, даже топить ничем не нужно. Тупо заходишь сюда, и здесь у тебя 23 градуса. Да ладно. Минус 13. Хорошо. Передвинуть могу. Отлично. Я хочу ее куда-нибудь поставить, наверное, но поближе к дому, потому что я что-то как-то все разбросал. Не пойми как. Давай пока вот здесь поставим. Ну и, наверное, теплица у меня будет где-то как раз-таки около, собственно, моей так называемой электростанции. Но, с одной стороны, это неправильно. Почему? Да потому что, ну, тут как бы, да, растут фрукты, там, овощи, не важно, да? И, как бы, электростанция. С точки зрения экологики я, конечно, что-то сейчас задвинул, но как-то так, наверное, будет не очень целесообразно, но мы-то, мы-то, во-первых, в игре, мы-то в лесу, и таких условностей, к счастью, в данный момент пока в игре нет, поэтому, поэтому будем стараться делать здесь. Хотя, хотя мы сейчас подумаем, подожди, может, я задумал где-нибудь ее поставлю. Здесь, например, нет, здесь точно места нет. Здесь, ну, может быть, как бы, вот тут можно будет поставить. Но, смотри, отсюда зомбаки залетают, и, по всей видимости, они смогут как раз-таки мою теплицу, ну, скажем так, ломать, да? Есть такие догадки. Вот, собственно, зомбак очередной. Вот, так что, блин, где поставить теплицу, я пока, откровенно говоря, даже не знаю. В принципе, вот стоит на себе здесь и стоит, как бы, да, никого не трогает. А почему бы, наверное, нет, смотри, сожжение с картофеля зимой. Только я бы, наверное, предложил сделать немножко по-другому. То есть давай сейчас ее вот так воткнем. Ну, хотя бы как-то, знаешь, относительно ровно, что ли, вот этой постройки, чтобы это все выглядело. Ну, хотя бы примерно. Вот, давай вот здесь. Ну, как говорится, сойдет. А теперь, что мы делаем? Теперь, во-первых, смотри, заходим сюда. Во-первых, поливать будет, по крайней мере, ближе. Так, и давай тогда поступим вот таким путем. Объекты все же, да? Другое. Другое. Еда, наверное. Плица, грядка. Или как грядка называть? Давай-ка мы тут грядок поставим с тобой. Так вот, раз. Лучше здесь. Так вот, раз. Мне же, получается, еще и ходить нужно будет, наверное, между ними, да? Есть такие догадки. Максимально экономно с местом. Ну, в принципе, вот так вот, да? Вот, по краям этих фишечек. И вот так. Оверхитинг. Жарко ему в теплице, представляешь? Жарко человеку в теплице. Ой, что-то тут прямо у меня до хрени еще будет саженцев-то. Подумать. Под подумать. Так, а здоровье-то уходит тем временем? Реально здоровье уходит? Подожди, я могу, наверное... Не знаю, нужно ли здесь печь вообще? Кто не знает? Если, ребят, знаете, подскажите, пожалуйста, в комментариях. Не в чате, а в комментариях, скорее всего. Хотя нет, может быть, как говорится, премьеры ролика не будет. Будет просто обычная загрузка. Так, подожди. Вот здесь я вот так вот выхожу. Здесь я, в принципе, могу ходить, да? Только здесь кривовато. Но если что мы потом подвинем, когда... Вот тогда еще получается мы одну вот так вот сюда поставим. Вот. Тут один, два, три, четыре. А здесь будет один, два, три. Нет, наверное, все же нужно, чтобы было все красиво, опять же. Слово говоря. Сделать их по три штуки с каждой, с каждой стороны. Потому что сейчас, естественно, сделаем. Только опять же, я не учел тот момент, я не учел тот момент, что у меня уже кое-какие теплицы имеются. И имеет смысл некоторые, как бы, сломать. Потому что, ну, потому что оверхитинг это плохо. Смотри мне, как здоровье падает. Поэтому нужно, наверное... Ну, хотя бы курточку может снять или штаники. Ну, да. Снимем куртофани. Оверхитинг. Все равно в оверхитинг. 41 градус. 41 градус, блин. На улице теплеет, я так понимаю. Вот ему и оверхитинг. Посмотри, я сейчас быстренько тут вещи взял, до теплицы добежал, как бы, да. По-быстрому. Поэтому, поэтому. 58 вот так уже нормально будет. Давай между делом вот это дело заберем. Для новых поставим. Камушков для плавки. И я сейчас, наверное, немножко не тем занимаюсь. Мне нужно, наверное, как минимум, идти проверить экстракторы, чтобы была какая-то медь. Хотя, подожди, я здесь могу добыть. Мне нужно... Сейчас посмотрим, что мне нужно на самом деле. Мне нужны электрические детали. Для этого нужен кобальт. Медь, по-моему, опять же. Чего я голову все ломаю? Что там нужно? Пластик. Пластик нужно. Пластика, чтобы мне нужно масло. А, 15. Больше масла, естественно, тем лучше. У меня масло только одно. Есть вероятность, что больше нигде у меня его нет. Жалко, рыбий жир нельзя использовать вместо масла, наверное. Нет, больше нигде нет. И, кстати, нужно бы... Поесть, что ли? Фуктовый салатик. Может быть, огурчики какие-нибудь? Чтобы хоть немножечко так мясо сырое. Хотя, давай заберем мясо сырое, чтобы его впоследствии пожарить. Вот эти вот огурчики, наверное, съедим. Можно, в принципе, и взять арбузик. Тоже все это дело съесть. Есть? Есть. Ну, вот, 67. Как бы... Даже 68. Уже как бы хорошо. Так, и тогда я сюда еще и картошку закину, чтобы она не пропала. Потому что в холодильнике еда не портится. И это как бы... Нет, это как бы здорово носа. Потому что... Потому что испорченная еда нужна была, пока не появился экстрактор масла. Вот, а интересное, я тут доготовилась все же. Поем из 100. Ну, я так понимаю, да, приготовилась. Поэтому можно следующее поставить. Это заберем, пусть будет. Будем кушать. Так, тогда... Хорошо. Что мы делаем? Мне нужен пластик. Еще раз. Пластик, пластик, пластик. Масло. Пойдем посмотрим, что там по маслу. Кусочки крык, кстати, имеются. По маслу всего 6, точнее 7. Ну, давай сделаем хоть так. В дальнейшем все же придется бежать за кобальтом. Потому что его тоже как бы не особо много. А там экстрактор, в принципе, должен добывать. Так, только сколько кусочков коры, я, честно говоря, не помню. Делается, скорее всего, это... Так, а я что, могу только комплекты, что ли, делать? Ааа... В смысле, только комплекты я могу делать? А, все. Банка с маслом 3, кусочки коры 5. Ага, 5 кусочек коры и банки с маслом 5. А, 5. Так, что-то я опять подзабыл. Пока я там подзабываю, зомбаки приходят. Просто приходят, грызут, я зависаю почему-то. Ты тварь. Уорачивается. А скоро разработчик сделать, чтобы они вообще прям уворачиваются от этих стрел? И это будет прям очень интересно, я вам скажу. Прям действительно очень интересно. И опять же, это будет намного-намного сложнее, насколько я понимаю. Ох, давай попытка номер 10. Что мне нужно для... Пластика. Банки с маслом 3 и этих 5. Три банки с маслом и 5 кусочков коры. Есть пластик. Три банки с маслом и 5 кусочков коры. Угу, не так. Вот так. Теперь коболь, коболь, кобольт и медный слиток. А где я могу сделать электрические детали? На лучшем верстаке. Хорошо. Хорошо. Ой, электрическую деталь верни. Готово такое дело. Готово. Есть две. А здесь у меня, кажется, есть две. А, кстати, подожди. Там я что-то брал молоток. Получается вот этот. Вот этот брал я молоточек. А мне тут писало. Сухой кирпич. Ага. Хочется попробовать, как это будет выглядеть. Сухой кирпич. Давай. Просто хотя бы... А дверь могу? А, электрическая дверь. Опа, ты смотри как... Ты смотри, как теперь у меня тут все же... Железно, хотел сказать. Кирпичное. Нифига себе. Хм. А это как бы меня наталкивает на мысль. Нужно сделать все кирпичное. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ого. Какая дверь. Смотри. Ой, у нее звук совсем по-другому. Интересно. А тогда давай вот так вот. Сухой кирпич. Ресурсы. Как делается... Влажный кирпич. Глина и песок. Я помню. Такс. Ну и финальная. Электрическая деталь. И теперь, насколько я понимаю, я могу построить колодец. Только подожди-ка, подожди-ка. Здесь у нас барашек. Нам нужно мясо. Барашек, ну ты что сделал, друг мой? Я из себя потерял одну стрелу. Не хотелось бы так. Так, шкур очень много. И, по всей видимости, нужно бы уже и мебелью обзавестись в нашем доме, скажем так. Давай. Мебель мы будем делать позже. Сейчас мы будем делать колодец. О, вот оно. Величие. Процесс. И что тут сделать теперь? Ага. Включить насос. Выключить насос. То есть, сейчас, я так понимаю, насос включен. Давай проверять. Давай проверять. Смотрим. Чистая вода. Опустошить. Белков нет. Кстати говоря, нужно бы мяса пожарить. Уже у нас весна. К слову, месяц март. И... Скоро будем рыбачить. Скоро будем рыбачить. Ну, а пока я хочу... Подожди-ка. А как это делается? Как набрать воды? Ага. Вот так вот. Взять воду. Чистая вода. Шикарно. Вот ты знаешь, вот шикарно просто. Только есть такой один момент. У меня, смотри, сейчас работает... Холодос. У меня работает... Блин, забыл, что это. Колодец. И у меня работает экстрактор масла. Хорошо. Нет у меня, кстати, белков. С белками небольшие проблемки. Давай теперь посмотрим, что у нас происходит здесь. Секунду, секунду, секунду. У нас тут происходит следующее. День. У нас сейчас день. Минус 95. Нет. То есть нужно... Смотри, все выключилось, короче. Когда нет мощности, все выключается автоматически. У меня не хватает мощности. Сейчас пасмурно. И, по всей видимости, из-за этого мощности действительно не хватает. То есть мне, грубо говоря, нужно 275, чтобы генерировалось. То есть мне нужно еще будет делать ветряки. Однозначно нужно будет делать ветряки. Но ветряки, чтобы сделать, нужно добыть нормальное такое, я тебе скажу, количество алюминия. Вот. Тут у нас все работает. И это хорошо. И это хорошо. А я хочу покушать. И я хочу белков с белками проблемки. Но ничего. Скоро лед растает. А лед растает, скорее всего, после того, как я посплю. Вот. Мы сможем уже ловить рыбку и делать рогушку. Рогушка очень хорошо остатки повышает. Ну, это ладно. Мы сейчас будем смотреть, как у нас работает киплица. А, давай-ка семян возьмем. Да побольше. Что это у нас? Куруска. Тыня. Арбузик, естественно. Ну, и картофеля. У меня аж 31 штука. Возьму все. Сейчас посмотрим, что как мы будем сажать все это дело. Я тут уже в теплицу, получается, поставил грядки. Поставил три тигеля, чтобы было светло и уютно. И тогда давай пробовать что-то делать. Что же мы будем сажать с вами? Давай тогда поступим следующим образом. Блин, даже не знаю, как лучше поступить. Что мне нужно больше всего? Давай вот здесь у нас будут расти дыни. Кстати, вода на фулочку. Хотелось бы проверить, как работает, собственно, эта теплица в совокупности с колодцем. А есть, кстати, такой вариант, что как раз-таки... Да, блин, зараза-то такая. Что колодец палил в моей грядке, пока был... Эй, ты где, гад? Пока был включен. Ух ты. Не повезло тебе, мужик. Так, кстати, я вижу. Ура! Я от тебя такого не ожидал, парень. Я думал, ты добрее будешь. Но мне тут-то было. Кабанчик решил меня немножко потрепать. Хорошо, у нас есть бинты, поэтому это не страшно. И где-то еще здесь лисичка, сестричка. Ой, ну вот лисичка действительно очень, очень травмоопасная такая... Такая... Ой, зараза. Где-то стрелу еще я тут... О, смотри, сколько стрел я высадил. Кстати, еще по стрелам. 15 штук, достаточно. А, ну сейчас еще с этого 3 штучечки заберем. Поэтому хорошо. Так, давай смотри. Значит, тут у нас растут арбузики. Здесь у нас будут расти арбузики. 4 арбуза, 4 дыньки. 4 арбуза, 4 дыньки. Сюда мы можем, в принципе, посадить что? Кукурузку. В принципе. Ну, а почему нет? Пусть кукурузка будет, да? Вроде она неплохо поднимает хп-шечку. Кукурузкой вот так вот все засадим. Тупо кукурузой. Прям много кукурузы будет делать попкорн. Куда, я думаю, можно посадить картошечку. Вот так вот. Так вот картошечки много посадим тоже. Потому что рагушечка это святое. Действительно, рагушечка это святое. А сюда вот огурчики. Так вот у меня все будет круто. Здорово, приятно, но нет огурцов. Нет нужного количества огурцов. Точнее, семян огурцов. И это не есть хорошо. Давай посмотрим, может, у меня все же есть какие-то запасы по огурцам. Семена огурца, кстати говоря, есть. И это тогда мы скидываем. Нам это больше нужно. А, у меня уже полный ящик. Кстати, имеет смысл, наверное, либо выбрасывать волокна и животный жир. Либо делать еще один. Так, тут кукуруза. Ой, кукуруза, картошка. Либо делать еще один ящик. Хотя, на самом-то деле, а зачем мне столько этих волокон? Я пока, честно говоря, не знаю. Я в целом-то... А, подожди, так это нормально же будет. Я в целом-то строюсь много, поэтому есть вероятность, что мне этого более чем будет достаточно. Поэтому, поэтому, как говорится. Ладно, давай. С уже огурчиками мы сейчас все это... Я все огурцы скинул. Красавчик. Придется идти обратно за огурцами. Где вы, мои огурчики? 38 семян огурца. Нормально так насобирал огурцов. Ну, и мне сейчас хочется проверить, все же теплица, как будет работать. Будет ли колодец поливать ее. Ну, для этого нужно, чтобы... Ну, немножко, смотри. Воду исчерпала куруска. Поэтому давай пойдем включим колодец. Кстати, далеко колодец находится. И, как мне вот сказали ребята, что его можно включить буквально там на 5 секунд. Вот, он поработает и все польет. Это, конечно, здорово, но все же хотелось бы, чтобы он автоматически постоянно поливал. Но пока не имею такой возможности. Как бы, почему? Да потому, что не хватает электричества. Действительно, не хватает электричества. Вот, впоследствии нужно будет доделать, естественно, ветряков. Но эти моменты, я думаю, мы с вами сделаем где-нибудь на стриме когда-нибудь. А вот в сериях будем заниматься чем-то, чем-то интересным. Ну вот, да, смотри. Автоматический... Прошу прощения. Пусть и не автоматический, но полив сработал. И это здорово. Поэтому на сегодня моя миссия выполнена. Но я еще хочу что-то кое-что вам рассказать. А что я вам хочу рассказать-то? А вот смотри, что. В следующей серии мы, знаешь, чем будем заниматься? Во-первых, мы возьмем... Подожди-ка. Вот. В следующей серии мы с тобой или с вами будем заниматься окирпичиванием. Окирпичиванием моего здания. То есть хотя бы первый этаж, но нужно сделать полностью кирпичным. Хотя бы. Повторюсь ключевое слово. Хотя бы. Вот так вот раз. Встает. Вот смотри. Вот какой ужас. Смотри, совсем другой вид. Действительно совсем другой вид. А я могу сделать раму? А, цемент нужен. Я понял. Цемента у меня, к сожалению, пока еще нет. Тут, в общем, нужен цемент. Здесь хорошо сухой кирпич. Ничего, как говорится, сложного. Только кирпичи заканчиваются сухие. Ну, можно сказать, молниеносно. Поэтому нужно будет подготовиться прям, ну, изрядно. Хотел хотя бы фасадную часть, скажем так. А вот есть у меня, кстати. Сделать уже кирпичный. Сейчас мы это, я думаю, сделаем. Вот. И в следующей серии, как минимум, мы все сделаем кирпичное. Минимум первый этаж, опять же, повторюсь. Так вот шик. И смотри, уже совсем, как говорится, другой вид. Не знаю, как вам, а мне, вот, честно говоря, вот в таком исполнении домик нравится куда больше, нежели он был деревянный. Смотри, как все красиво. Ну, здорово. Здорово. Вот это уже, вот это уже, получается, каменный век, наверное, наступил. Был деревянный, стал каменный. Давай, кстати, включим экстрактор, чтобы работал. Ну, в данный момент, насколько я понимаю, он у меня масло не добывает. Кстати, изрядно зря я тут бегал, я тут пытался, я тут старался, я тут работал, чтобы, собственно, масла было достаточно. У меня вот, вот смотри, где было масло. И есть, кстати говоря, биотопливо. И вообще, по-хорошему, нужно было бы заправить экстракторы. Я, честно говоря, вот просто не знал, что у меня там есть масло. Да, я добавлю на фулочку. Пусть будет. Заберу отсюда, как минимум, руду медную. Это закину плавиться. Пусть плавится потихонечку. А почему бы, собственно, как говорится, и нет. Вот только зомбак, как всегда, вовремя приходит. Где ты? Ах ты, ты что, прям в дом? Ну ты вообще борзой. Точнее, борзая. Волосатая, значит, это она. По идее. Да? Или я не прав? Если что, можете меня в комментариях, естественно, поправить. Так, окей. Тогда сюда мы закинем. Медный, да? Медный фрагмент. Это добавим. И у нас как бы идет плавка. То есть все нормально. Все нормально. В общем, друзья мои. Я сразу это тоже закину. Пусть плавит из железа. Потому что железо на, собственно, эти грядки ушло практически все. Ввиду того, что нужны гвозди теперь. Раньше нужны были просто доски, а теперь гвозди. А следующее обновление 8.0. Надеюсь, скоро выйдет. Ну, даже не знаю, надеюсь или надеюсь. Разработчик-то много чего переделает. И у нас будет железный век, скажем так. Как мы сможем сделать. И там много где нужно будет использовать железо. Поэтому до этого момента хотелось бы по максимуму все сделать. Чтобы все было прям вот красивенько. Ой, зачем мне это? Это скинем. Меди, прикинь, вообще нет меди. Алюминий. Что у нас с алюминий? Алюминия, кстати, 10. Давай тогда, пока я еще не закончил, мы посмотрим такой момент. Электричество. Алюминий, железо, медь и кобальт. Меч сейчас плавится. Берем тогда алюминий. Берем. Шкуры не лезут. Нужно срочно будет делать какую-то... Ну, я не знаю. Ну, мебель все же нужно делать. Потому что, ну, это как-то... Ну, не серьезно. Действительно, очень много у меня... Такого рода шкур каких-то. Давай вот тут кресло, наверное, поставим вот там. Под лесенкой вот там. Раз. Креселка у меня будет, да? А в принципе, что у нас есть еще из мебели? Нужен столик однозначно какой-то. Кофейный. Какой кофейный? Маленький столик, я вам скажу. Ну, просто. И тогда сюда еще давай мебель поставим еще одно кресло. Так. Только нужно вот так вот как-то сделать. Чтобы все было эмпатично. Примерно. Примерно, наверное, вот так вот. Да? Что нам сюда нужно? Доски, гвозди. Куру животного. Четыре доски. А сюда что нужно? Гвозди. Десять. Гвозди нету. Вот отсюда-то и нужны, собственно, железные слитки. Но я хочу все же этот уголок сделать. Давай. Раз, два, три, четыре. Пять. Для гвоздей. А вот с досками, возможно, будут сейчас проблемы. Потому что я все потратил на, собственно, что? Правильно, на. Это называется что? Грядки. Так, возьмем. Сколько там? Четыре, восемь. Честно говоря, не помню. Возьму побольше. Пусть, как говорится, будет. Сделаем небольшую. Небольшую красоту. Дальше нужно будет на кухне все это дело сделать. А шкуры, да? Я понял. Шкур-то не хватает. Здесь столик уже, в принципе, одной доски, двух досок не хватило. Двух досок и восемь шкур нужно взять мне с собой. Хорошо. Тогда давай. Восемь шкур. И две доски. И сейчас все будет в красоте. Давай. Смотрим. Так, что тут работает? У меня все хорошо добывается. Раз-два. И теперь у нас будет место, скажем так, для отдыха. Плохо, что пока в этой игре невозможно, насколько я помню, присесть не в кресло там, не в стул, не за стол. Ну, как бы, да, вот, вот так вот. Хорошо. С этим мясом ходят бесплатно, а я тут креслом. Ну, пусть будет так. Вот, на, собственно, кресло сесть нельзя, к сожалению. Вот вальхемии, вальхемии можно. Здесь нет. Вот так вот на столик. Жалко, телевизоров у нас еще нет. Можно было здесь телевизор какой-нибудь привесить, повесить. И вообще все было бы здорово и приятно. Так, а я тем временем о чем? О чем говорю? Что мне нужно 4 алюминия, 4 меди, прошу, 1, 2, 3, 4. Это у нас что? Железо. 1, 2, 3, 4. Также нужно железо. Шкуру можно, в принципе, выкинуть, грубо говоря. 1, 2, 3, 4 и, в принципе, весь кул, ой, алюминь забираем. И у нас перевес. И это печально, потому что у нас перевес. Ходить с перевесом крайне неудобно, крайне медленно. И, честно говоря, такое все занятие. Сейчас быстренько камушки скинем, я надеюсь, нет. Я зря надеялся, может, кость, наверное, выкинуть. 5 килограмм всего. Перья нет, не выкину, конечно. Глина, пластик. Что ж, приди? А, ну смотри, в принципе, нормально идем. Хорошо идем. Сейчас тогда идем проверяем. Что у нас там электростанция. Ну, сейчас солнце, сейчас должно электричество хватать целиком и полностью. Используется 100. 100 это, скорее всего, работает только экстрактор. Масло. Доступно 160. То есть, грубо говоря, почти могу включить все и будет прям хорошо. Ну, ладно, давайте сейчас ветряк поставим. Прям шикарно. Еще один ветрячок. Электричество. Ветряк. Только нужно бы еще правильно его разместить. Скажем. Скажем так. Давай где-то вот так вот. Вот, в принципе, наверное. Вот здесь поставим. А потом еще один вот тут вот. Вот. Как-то это так будет выглядеть. А, только я их обратной стороной поставил. А это не есть, как говорится, хорошо. Да, давай. Поставим ровненько. Нормально, крутится. Крутится-вертится. Электричество добывается. Вот. Теперь смотри, доступно 180 уже. То есть, если я сейчас включу холодильник и холодец одновременно, то у меня еще будет даже запас. Конечно, небольшой. Но будет запасик. Ну, холодильник. Нужно однозначно включить, потому что, смотри, еда у меня уже портится. Еда портится, а это не есть хорошо. Потому что сейчас, сейчас биотопливо мне, ну, не могу сказать, что прям очень нужно. Смотри, давай попробуем поспать и будет ли мне уже доступно. Мое озеро. Сцепаемся. Давай с балкончиком. Да, озеро доступно. Теперь, значит, нам нужно взять копье. Вместо этого инструмент для улучшений. Потому что улучшаться мы будем в следующей серии. Хотя, опять же, есть доля вероятности, что как раз таки уже в следующей серии, которая будет, это 13-я, с таким вот числом, да, 13-я серия счастливая. Есть такая вероятность, что разработчик уже выпустит обновление в релиз. Ну, может быть, даже не в релиз, а может быть, только в бета-версию. Я, естественно, бета-версию поставлю, и мы посмотрим, что нас вообще ждет, как бы, в дальнейшем, да. Вот, поэтому, может быть, в следующей серии придется смотреть новинки, а не заниматься постройками. Но, в любом случае, мы можем, в принципе, даже если будет какая-то бета, перед установкой бета на стриме все это дело достроить хоть немножечко. А уже в серии посмотрим непосредственно на бетку, скажем так. Так, значит, нужна парылька. Вот так, вот так. Только еще нужно картошечку взять, конечно же. Нужно, кстати, проверить, что там наша теплица так поживает. Потому что там картошечка тоже, как бы, нужна, да? Как минимум одна, чтобы я смог приготовить три рогушки. А могу ли я в этот холодильник запихнуть? Нет, рыбу, к сожалению, не могу запихнуть, и это очень плохо. То есть, я смогу рыбу только вот такую разделанную же, я так понимаю. В холодильник положить, чтобы она не портилась. И все было круто. Давай проверим. Да, такую рыбку я могу сюда складывать. И это, конечно же... Ну, не то, чтобы хорошо. Нет, это хорошо, конечно же. Но лучше бы я целые куски положил и потом разделал тогда, когда мне нужно. А не вот так вот я по одной там натыкивался. Как бы такое себе. Ну, и можно салатику вот так вот съесть. Белков, к сожалению, нет. Но рогушечка, рогушечка сейчас уже будет готова. И все будет у нашего персонажа просто шикарно. Шикарно. Смотри, в теплице все хорошо. А тем временем в теплице все хорошо. Я не могу собрать саженцы картофелей. Я не могу собрать пока кукурузку. А, кстати, нет воды. А, нет воды. И, кстати, давай еще проверим заодно. Тут все тоже шикарно. Вот сейчас я включу колодец. Я хочу, чтобы у меня работал он на постоянке. Поэтому нужно, чтобы было больше электричества. Больше ветряков нужно делать. Солнечные панели, конечно, смотрятся выгоднее. Но ночью они не работают. И это минус. Все, смотри, палилось. Все палилось автоматически. И насколько же это удобно, я вам скажу. Вот это все же стоило того, чтобы вот так вот поиздеваться над собой. Потому что ресурсов ушло на это. Ну, честно говоря, дофигища. И я, кстати, хочу посмотреть, что у нас там сейчас по электричеству. Сейчас, смотри, немножко пасмурно. То есть, насколько я понимаю, ветряки сейчас, в ветряке. Солнечные панели будут работать не на пулочку. То есть, смотри, у меня минус 75. Генерируется 200. А если ты помнишь, то когда было солнечно, генерировалось 280. Сейчас у меня включено все. За исключением потолочной лампы. Потому что она у меня еще, как бы, ну, немножко не готова. Когда будет готова, тогда, естественно, будет еще доступных ресурсов. Пойдем покушаем. Обязательно покушаем. И, наверное, будем прощаться. И услышимся в следующей серии. Вместе с вами. Картошки, к сожалению, нет. Так, картошки нет. Поэтому едим рогушечки. Поднимаем статочки свои. Жажда пить. Вот пей час просто. Вот, вот, хоть опейся ты этой воды, да? Потому что есть вот такая прекрасная штука. Вот чистая вода. И я так думаю, что вот эту вот флягу я хоть, наверное, не выкину. Я ее оставлю как... Ну, как оставлю просто, да? Как будто памятку о начале своего выживания в данной игре. И чтобы было больше места у меня здесь. Вот это вот мы сюда сейчас поставим. И прям вообще хорошо. Да? Да. Замечательно. Единственный момент. Нет арбузиков у меня. Это плохо. Нет арбузиков и дынь. Может, у меня там уже все выросло. Вот, пойдем посмотрим. Да, арбузик я уже могу взять. Дыньку возьму, конечно же. Дыньку на место. Арбузик. Арбузик тоже на место. Пусть растет, мой хороший. А вот картошечка еще, к сожалению, не поспит. А вот, смотри, кстати, есть здесь картошечка. Блин, насколько стало все просто. А зимой как будет теперь проще вообще жить, когда у тебя есть вот такая вот теплица шикарная. Ну, просто будет кайф. Вот, честно, просто будет кайф. Теперь смотри, вот так вот нет. Забывая, что нужно разрезать дыньку. Теперь вот так вот раз. И вас изготовить. Вот это мы съедим. Поднимается здоровье и добавляется выносливость. И это не может как бы не радовать, знаешь ли. И вот так вот. А сюда раз, два, три картошка. Изготовить еще нужно было нажать, чтобы было прям вообще хорошо. Готовим. И рагушечка полетела жариться. Прям шикарно. Вот действительно, прям шикарно. А фруктовый салат четыре часа год. Ну, то есть, не портится. Это прям вообще круто. Все. В общем, я доволен. Не знаю, как вы, но я действительно доволен этой постройкой. И настоятельно всем рекомендую как можно быстрее сделать электростанцию, так называемую. Не обязательно делать такую, как у меня страшненькую. Можно сделать простенькую. И можно это все сделать как бы на самом-то деле в доме. Чтобы не заморачиваться, вот как я, не пойми как бы чем, да. Зато в дальнейшем можно будет... Ах ты, как увернулся. Наслаждаться спокойствием. Не нужно бегать, не нужно поливать. Одну кнопочку нажал, у тебя все палилось буквально за считанные секунды. И вообще все без проблем. Поэтому очень круто. Очень советую. Я все стрелы, короче, уже выстрелил на этого олененка одного. Стрел вообще не осталось. Нужно будет сделать 13 штук. Вот. Так что вот такие вот, ребята, дела. Ну, на этом, ребята, у меня все. С вами был дриллер. Игра The Infected. Встретимся в следующей серии. И, как говорится, не прощаемся. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок.